Это программа День с Толком в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Более 50 миллиардов инвестиций и новые рабочие места в Алтайском крае подводят итоги участия в Петербургском международном экономическом форуме. Кандидаты в губернаторы региона. Как они оценивают свои шансы и что об этой предвыборной кампании говорят политологи? Есть мультибальники и нарушители. В Алтайском крае рассказывают, как школьники сдают экзамены. До критической отметки уровня воды в Абе остается 3 сантиметра. Сейчас он составляет 557 сантиметров при критическом в 560. В Затоне подтоплено 26 приусадебных участков и несколько участков дорог. В мэрии заверяют, что держат ситуацию на контроле. Накануне в Затоне произвели подсыпку заградительного вала, сделали дополнительный запас глины. В микрорайоне круглосуточно дежурят спасатели, проводятся дворовые обходы. Обращения от местных жителей пока не поступало. С июля алтайские медики начнут получать новые выплаты. Доплаты коснутся молодых специалистов и опытных врачей-наставников. Об этом сообщил губернатор края Виктор Томенко. В день медицинского работника он посетил одно из крупнейших учреждений отрасли, пообщался с сотрудниками и рассказал о новых мерах поддержки. Это вот сердце, отделение, весь спектр, вмешательство, которые есть при мочекаменной болезни, в этой больнице есть. Это и контактная литокрепсия, и дистанционная литокрепсия, то есть все лапароскопические способы. Все малоинвазивное, мы уже давно ушли от этих каких-то больших разрезов и все. Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи номер два. Здесь находится крупнейшее урологическое отделение на 80 кое. Только в прошлом году тут успешно пролечили 3800 пациентов. Нагрузка большая, работа ответственная, да и проблем хватает. Но их планомерно решают. Периодически необходимо, конечно, обновлять базу, но все имеется в принципе в наличии, и все, что необходимо, докупается своевременно. Сколько знает, у нас уже заказаны новые еще дополнительные эндоскопы. У губернатора сотрудники попросили аппарат для гемодиализа. Глава региона обещал больнице помочь и обрадовал медиков еще одной приятной новостью. С июля опытным врачам-наставникам, а также молодым специалистам начнут перечислять новые выплаты. Врачам старшего возраста по 9 тысяч рублей, а фельдшерам и медсестрам по 6 тысяч. В БСМП такой поддержкой смогут воспользоваться немало сотрудников. По словам главного врача, в штате медучреждения сегодня много молодых. У нас очень интересно работать. Обязательно уже все в Москву и вообще больше, когда 7. Здесь мы уже тоже прекрасно работаем. Помимо теплых слов к празднику, губернатор также добавил, что на привлечение молодых кадров городские и сельские медучреждения Края на три ближайших года заложили полтора миллиарда рублей. Елена Макаренко, День с толком. В ближайшие недели кандидаты на пост губернатора Алтайского края представят программы, с которыми они будут завоевывать электорат региона. Сейчас известны имена девяти претендентов на главное кресло края, но в бюллетене будет не больше шести фамилий. Уверены и сами кандидаты, муниципальный фильтр пройдут не все. Как оценивают свои шансы претенденты и что думают об этой компании, об этом расскажет Анастасия Дороган. Выборы губернатора – вторая попытка. Владимир Кириллов, заведующий лабораторией водной экологии и ВЭП, вновь покоряет парламентскую вершину Алтая. В его программе «Загрязнение АБИ», пестициды с полей РАПСа, пять лет назад Владимир сумел преодолеть муниципальный фильтр. Сейчас каждому из конкурентов нужно собрать подписи 502 депутатов города или села или избранных глав районов. Кандидат надеется на поддержку партии власти. У нашей партии нет депутатов муниципального уровня. Мы, конечно же, в этом случае обращаемся, как мы говорим, к старшему брату, к Единой России, у которой есть такие депутаты. И пытаемся доказать, что мы своим экологическими знаниями, экологическими умениями, мы поможем в решении многих проблем жителей края. Прямым оппонентом ученого станет Виктор Ногайцев от «Зеленой альтернативы». Среди других кандидатов преобладают политики. Справедливороса, в рядах которых несколько сильных политиков, выдвинули Евгению Боровикову. Она собирается объехать лично почти 20 районов, а пока формирует программу. В ней проблемы низких закупочных цен на молоко, назначение земель на генплане воды. Сегодня в сельской местности проблема чистой питьевой воды пресной стоит сегодня остро. Потому что у нас коммуникации изношены. Многие вот заборные башни и вышки, они просто находятся в непотребном состоянии. Многие кандидаты уверены, что элемент шоу в эту кампанию внесет Сергей Маленкович от «Коммунистов России». Однако хлесткими высказываниями знаменитой и теперь уже глава партии пенсионеров Елена Хрусталева. Но эксперты сомневаются в ее высоком результате. В крае Елену не знают. Зато знают Марию Просокову из КПРФ, которая конкурирует с действующим главой из Госдумы и способна оттянуть голоса. Но, по мнению политтехнологов, у Виктора Томенко все в порядке с позиционированием. А в его пользу реальные дела. Дороги, соцобъекты. Ему иногда кто-то ставит в укор, что ли, его вот мягкость и интеллигентность. Ну, так это те, которые привыкли к стальной железной руке. Начальник должен кричать, орать. Но это не, опять же, никак на антирейтинге не играет. ЛДПР выдвинули на голосование главу рекотделения Сергея Булаева. А представлять новых людей будет Владислав Вакаев, в прошлом краевой депутат. Он читает, что для молодой партии важно высказывать свои идеи на всех больших выборах. Люди – это наш главный ресурс, это главная богатство страны. И необходимо создать условия для того, чтобы люди могли реализовать свой потенциал. Задача власти будет создать те институты, которые позволяют это делать. То есть это касается и особых экономических зон, это касается и венчурных фондов, это касается программ по поддержке молодежного предпринимательства, программ по новым подходам в системе образования. Однако, по мнению политолога Константина Лукина, эта выборная компания будет реперентной за или против Томенко. Эксперт считает, что само общество сейчас склонно сохранять, чем менять. Пока идет спецоперация по итогам спецоперации. И в этом плане в обществе будут нарастать, нотки державности, что мы должны быть державой, мы должны быть империей. И вот эта все-таки ностальгия по империи, она даже среди молодого поколения. Такое прям, не сказать, что совсем подавляющее, но эти идеи прям давно уже укоренились. И отсюда, исходя из державности, нотки патернализма в любом случае, да, и, соответственно, сохранения существующей политической реальности. Тем не менее, кандидаты готовят сюрпризы и заявляют об этом прямо. Но пока их задача – прописать программу и пройти муниципальный фильтр, чьи фамилии войдут в бюллетень, станет известно в конце июля. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, Владислав Ковалев. День с толком. В Алтайском крае обсуждают итоги Петербургского международного экономического форума. В нем принимала участие делегация от нашего региона во главе с Виктором Томенко. Губернатору удалось договориться о четырех крупных проектах. Это соглашение более чем на 50 миллиардов рублей, тысячи новых рабочих мест и налоговые поступления. Подробнее в нашем сюжете. Итоги Петербургского международного экономического форума войдут в историю Алтайского края. В этом уверены экономисты, политологи, представители бизнеса. Накануне губернатор региона Виктор Томенко подписал четыре крупных соглашения более чем на 50 миллиардов рублей. Один из проектов создание туристического маршрута «Чуйский тракт». В его развитии будут участвовать сразу три региона – Алтайский край, Республика Алтай и Новосибирская область. Проект позволит привлечь в регион федеральные деньги на ремонт и расширение дороги. К тому же проект имеет международное значение. Речь идет о поставке товаров из Китая, которое выстроено через Монголию. Отдельно стоит отметить подписанное соглашение по поводу реконструкции «Чуйского тракта» до границ с Монголией. Создание же завода в Михайловском районе, строительство большого и новой здравницы в Белокурихе позволит увеличить количество рабочих мест в Алтайском крае. Соответственно, отчисление в налоговую базу бюджет, что позволит привлечь достаточно больше средств в дальнейшем на развитие Алтайского края. Подробнее об этих соглашениях. Инвесторы из Тюмени построят в Белокурихе отель общей стоимостью в 2 миллиарда рублей. Следующий проект, о котором Виктору Томенко удалось договориться, один из крупнейших в России производителей стеклянной упаковки построит завод по производству соды в Михайловском районе. Также итогом поездки на экономический форум станут инвестиции и в краевую столицу. Для Барнаула имеет особое значение соглашение по созданию нового района города в пойме реки Аби. Город получит новый стимул к развитию десятки миллиардов инвестиций. Результатом должно стать до 1 миллиона квадратных метров жилья. Благодаря работе Виктора Петровича Алтайский край извлекает максимум возможностей из работы на федеральных площадках. Реализация таких соглашений – это создание новых рабочих мест, фундамент для долгосрочного развития нашего края. Эксперты считают, что именно при Викторе Томенко экономический форум стал для края эффективным инструментом для привлечения государственных и частных денег. Заявленные миллиарды инвестиций – это в конечном итоге дополнительные доходы для нашего бюджета, а значит дополнительные возможности улучшения социальной инфраструктуры, строительства и ремонта больниц, школ, детских садов. А еще перечисленные проекты – это сотни и даже тысячи новых рабочих мест для жителей нашего края. Буду лично следить за реализацией этих важных для края инвестпроектов. Я хочу сказать, что и в прошлом году у нас было подписано 14 соглашений, и объем этих соглашений превысил 40 миллиардов рублей. И мы видим, сегодня уже можно сказать, что те соглашения, которые были подписаны, например, реализация проекта на площадке Горная Белокуриха, и то, что с Черкизова подписали, у нас в Бийске развивается площадка по выпуску мяса птицы, то есть к нам приходят деньги из других регионов, значит условия у нас созданы нормальные, значит у нас есть на чем зарабатывать, значит у нас создается и развивается, поддерживается здоровая атмосфера конкурентной среды. Эксперты с уверенностью говорят, что соглашения этого года дадут большой импульс развитию на ближайшие несколько лет. Эффект от реализации проектов, по мнению губернатора региона, должны почувствовать многие жители Алтайского края. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев, День с толком. Без телефонов и шпаргалок не обошлось. В Министерстве образования края подвели предварительные итоги ЕГЭ. Среди выпускников этого года больше 100 бальников, есть даже мультибальники, но и хватает нарушителей. Основная волна итоговой государственной аттестации для выпускников школ подходит к завершению. Так, учащиеся девятых классов сдали уже все экзамены, а у одиннадцатиклассников последние испытания по информатике проходят в эти дни, 19-20 июня. По предварительным данным можно сказать, что в этом году ребята экзамены сдают успешнее, чем в прошлом. Так, 100 баллов сейчас набрали 38 учеников, это на четыре человека больше, чем в 2022 году. Более того, среди сегодняшних выпускников есть даже два мультибальника. Это ученики, которые набрали максимальный результат сразу по нескольким предметам. Но вместе с тем нарушений в этом году не меньше, чем в прошлом. И как бы мы не призывали ребят к тому, что не надо проносить с собой телефона, они имели место быть. В меньшей степени в этом году имели место шпаргалки. Но, тем не менее, были и удаления с экзаменов. Ребята, которые сдавали в одиннадцатом классе и были удалены с экзаменов по выбору, не имеют права пересдачи. Если есть такая необходимость, то только на следующий год будут сдавать экзамены по выбору. Если у них без происшествия прошел экзамен по основным предметам, это русский язык и математика, то они получат аттестат. Девятиклассники будут пересдавать экзамены в резервные дни. Резервные дни для пересдачи пройдут до конца июня. Если нарушители не сдадут экзамен и на этот раз, останется последняя попытка пересдачи в сентябре. Приложение, которое самостоятельно ставит диагноз больным зубам. Это и другие проекты представили студенты-айтишники Алтайского Политеха на защите своих дипломных работ. Возможно, в перспективе проекты станут полноценной научной разработкой. Данил Кузнецов побывал на защите и расскажет о необычном приложении и других любопытных идеях студентов. У нее фокусное расстояние 20 метров, то есть она используется только для того, чтобы сфотографировать зубы. А имя такому прибору – интраоральная камера. Данил Мартынев, студент кафедры информационных технологий АЛТГТУ, никогда медициной не увлекался. Его конек разработка приложений. Однако ради хорошей дипломной работы пришлось изучить основы стоматологии. Помогает в этом специальное приложение, которое сначала на фотографии находит зубы, а далее, играя с цветовыми фильтрами, выявляет болезни. Разработка призвана сэкономить время. Например, пока врач занят, обследовать зубы сможет медсестра. Однако все еще есть проблемы с точностью, поэтому в планах задействовать нейросети. И сейчас самое популярное – это, конечно, искусственный интеллект. Ребята с ним тоже балуются, смотрят, как внедрять его в приборы, создавать умные приборы, которые бы не только что-то мерили, но и умели анализировать. То есть вот именно этот тренд последнего времени. Однако есть такие задачи, где можно обойтись без нейросетей. Так, недавно на кафедру от Института водных и экологических проблем поступил запрос о необходимости создания аналогового прибора для измерения параметров водоемов. Его разработкой занялся обладатель губернаторской премии Артем Каменев. В рамках дипломной работы он не просто предложил комплексные решения, но и доработал задумку. Плюс у нас используется ряд технически новых решений. Это профильное измерение температуры, к тому же использование 3D-моделирования для одновременного представления связанных между собой параметрах водоема. То есть у нас, грубо говоря, есть 3D-модель, на которой одновременно есть все параметры и видно, как они меняются. Сейчас на факультете информационных технологий 45 выпускников. Их можно разделить на две группы. Те, кто берутся за работу с приложениями, как Данил, и те, кто, подобно Артему, любят копаться в железках и создавать что-то осязаемое. Однако соперничества между ними нет, ведь главное – принести пользу людям. Данил Кузнецов, День с толком. Подержать автомат, посидеть внутри настоящей военной техники, ощутить на себе вес экипировки и людей в погонах. В общем, почувствовать себя в роли росгвардейцев удалось более чем 150 ребятишкам. На каникулах сотрудники ведомства открыли двери для школьников, чьи родители трудятся в рядах Росгвардии. Подробнее у Юлии Щепиной. Это Эдуард. Оружием особо не увлекается, однако и он нашел локацию по своим интересам. Я больше электроника-программист. Там были разные устройства, рации, станции всякие. На дне открытых дверей каникулы с Росгвардии ребятам удалось поговорить посредством полевой связи, примерить защитный шлем и просесть под тяжестью бронежилета. Они побывали сегодня впервые у меня на работе, посмотрели воочию, познакомились с техникой, с автоматами, с оружием, с различным. Подержали его в руках. Дети также посетили экспозицию ведомственного музея и пообщались с сотрудниками подразделения специального назначения. Не обошлось и без учебных стрельб. Все желающие посетили военный тир, где проверили свою меткость, стреляя с пневматических винтовок. Я что занимаюсь стрельбой, что хорошо получилось, стреляя по шарикам, что все шарики сбил. И, конечно, почувствовать себя настоящим бойцом можно только отведав солдатский обед. Повара полевой кухни накормили ребят гречневой кашей и сладким чаем, самых маленьких развлекали веселыми конкурсами, а музыканты военно-духового оркестра выступили перед детьми с концертными номерами. Данные мероприятия проводятся с целью формирования у детей знаний о деятельности органов государственной власти. И это одна из форм работы по патриотическому воспитанию молодого поколения. Думаю, что ребята, побывавшие у нас на экскурсии, увидели много интересного. И, возможно, кто-то из них захочет связать свою жизнь со службой в силовых структурах. Юлия Щепина. День с толком. Искусство и спорт впервые пересеклись на Грибном канале. 24 художника региона выехали в выходной на пленэр. Спустя пару часов на полотнах появились байдарки и каноэ, а также те, кто ими управлял. Кому принадлежит идея спортивно-творческого союза и где можно будет увидеть созданные работы, смотрите в сюжете. Грибной канал летом просто дивное место. И не только для спортивных тренировок. Здесь можно созерцать природу, дышать свежим воздухом и одновременно наблюдать за тем, как лодки и каноэ рассекают водную гладь. Почему бы не запечатлеть эту красоту на долгие годы, подумали спортсмены и художники и организовали пленэр. Ну, такое мероприятие у нас на Грибном канале впервые проходит. Конечно, очень интересно. Творческие люди приехали. Мы смогли сегодня им показать, как ребята тренируются на байдарках на каноэ, как ребята тренируются на драконах. Классно, когда какая-то будет выставка и наш канал, наши воспитанники, студенты, студенческая лига, это будет, когда они себя еще увидят. Ну, это же вообще классно. На самом деле мероприятие – часть проекта «Туристический Барнаул-Алтай». Его автор – Барнаульская арт-галерея. Директор Анастасия говорит, в прошлом году пленэры в основном были посвящены архитектуре города, а тему спорта выбрали впервые. У пленэрной живописи свои особенности. Сложность в том, что нарисовать с натуры. То есть не с фотографии, не образа из головы, а именно нарисовать реальность и перенести ее максимально достоверно. В этом и профессионализм. Здесь разные у нас картины. Здесь у нас и архитектура здания есть, и инфраструктура, и люди. Чаще всего рисуют именно греблю на драконе. Примечательно, что на пленэр выехали опытные мастера, представители союза художников и студенты Новоалтайского училища и художники-любители. Татьяна Васильевна, к примеру, на пенсии. Пять лет занимается живописью, до этого увлекалась фотографией. Сейчас вот что вижу, то пишу передо мной. И в посредине хочу написать каное вот этот вот, как он тут, дракона. Дракона, вот здесь вот напишу дракон с этими, с гребцами. Десять гребцов, барабан, пишут голова дракона, хвост, еще дракон. А художница Ирина Петухова ради вдохновения вместе с гребцами прокатилась на драконе. Мне довелось попробовать прокатиться с ребятами из голубой команды. Очень сначала волнительно. Первый круг страшновато, правда. Ты испытываешь те эмоции, которые испытывают ребята. И ты можешь как-то больше глубины добавить в свою работу. Словом, эти эмоции запомнятся художникам надолго. Ну а выставка-картина о гребном канале пройдет с 14 по 17 сентября в рамках крупных международных соревнований Алтайской регаты. К тому же в День города часть работ будет выставлена в арт-галерее Кот. Татьяна Голубева, Ольга Иванова, Дмитрий Денисов. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22 кнопки в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует...